Я читаю несколько стихов из 10 главы Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 10 глава, я читаю со второй половины 10 стиха. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь, пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я есмь, пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. И сию заповедь получил я от отца моего. Здесь, в 10 главе, Евангелист Иоанн представляет Иисуса Христа как пастыря, доброго пастыря. Образ доброго пастыря еще в Ветхом Завете воспевал псалмопевец Давид. 22-й псалом, всем хорошо известный, он тоже говорит о пастыре. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Давид написал этот псалм сам, будучи в прошлом когда-то пастухом. И свое пастушество он проводил определенным образом. Причем часто овцы, которых он пас, были сохранены Давидом ценой его собственной жизни. Потому что, как говорил сам Давид, когда предстояло ему встреча с Голиафом, о том, что когда приходилось идти в защиту овец на единоборство со львом или с медведем, Давид справлялся с этой ответственной задачей. И похищенное забирал в ухищников. И вот здесь сам Иисус Христос говорит о себе. Иоанн приводит слова Спасителя нашего Иисуса Христа, говорящие о том, что Он о себе свидетельствует, на что Он есть добрый пастырь. И вот что побудило Христа говорить о себе? Что побудило нашего Спасителя именно вот так, как сегодня люди говорят, рекламировать о себе, нечто возвещать о себе, кто Он есть. Безусловно, нашего Господа удручало то, что люди часто посомы наемниками, людьми, которые не имеют никакого чувства к овцам и идут за какими-то голосами и часто попадают в большие трудности, большие неприятности. Поэтому в Своем служении Иисус Христос неоднократно указывал на самого Себя, потому что в Нем жизнь. И Он здесь, Иоанн приводит слова Спасителя, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком, для того, чтобы всем тем, кто называется овцой, дать эту жизнь, предложить ее, чтобы принести настоящее освобождение, настоящую свободу от всех хищников, которые есть здесь, на этой земле, и от самого главного, от льва беззакония, как поет наш хор в одном из псалмов, в котором есть дьявол лукавый. Вот лев беззакония, вот Он представлен, как сатана, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Христос вышел на единоборство, в защиту своих овец и призывает, призывает к себе, говорит о себе, что Он есть пастырь добрый. В других местах Священного Писания Христос прямо говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Ко мне придите. И вот здесь Христос, говоря о себе, как о добром пастыре, говорит, во-первых, в чем доброта этого пастырства у Христа. Во-первых, Он говорит о том, что я отдаю жизнь. Я отдаю жизнь за овец. Так пишет Иоанн вот в 11 стихе, мы с вами читали, я есть им пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Мы можем обратить внимание на такую деталь, что любой человек, который в качестве пастыря пасет овец, он, рискуя жизнью, вот как Давид, мы только что говорили с вами, вступал в единоборство со львом, с медведем и похищал овцу. Рискуя жизнью, ну, худой конец наступал, мог наступить тогда, когда сам пастырь будет поражен. Ну, представить себе, что человек не справился со львом или с медведем. Что дальше происходит? И дальше жертвой становятся все овцы. Христос говорит заранее о том, что он полагает душу свою за овец. Он заранее предупреждает, что тот пастырь, который жизнь свою отдаст. Но пастырство Иисуса Христа отлично от любого самого хорошего земного пастыра. Если земной пастыр погибает и на этом все кончается, то смерть пастыра, спасителя нашего, о котором здесь пишет Иоанн, имеет такое прекрасное, славное продолжение, о котором интересно в послании к евреям. Автор этого послания пишет такие слова, я прочту их. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря Отец Великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, пастырь, который положил свою душу за овец, великий пастырь, который запечатлел свое служение кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа». Мы еще обратимся к этой мысли. Я хотел бы обратить внимание на то, что этот добрый пастырь, во-первых, говорит о том, что он полагает жизнь свою за овец. Дальше он говорит слова, которые мы не всегда, может быть, как-то способны воспринять их так, как, может быть, следовало бы. Ну, может быть, они кажутся не очень сложными, мы их проходим мимо, а может быть, очень сложными, мы тоже их проходим мимо. На чем говорит Христос? Далее он говорит, что я знаю моих, и мои знают меня. Это второе положение. Первое, он отдает душу свою за овец. Второе, он говорит, что он овец своих знает. Овцы его тоже знают. И третье, о чем он говорит, он говорит о том, что отец знает меня, и я знаю отца. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что он не случайно Христос говорит эти вещи. если он полагает душу свою за овец, каким-то образом эти овцы должны обнаружиться. Каким-то образом они проявиться должны. Кто есть эти овцы? Каким образом овцы, если они овцы, должны отреагировать на доброго пастыря, на то, что они увидели этого пастыря, познали этого пастыря, пошли за этим пастырем. И вот здесь есть такой процесс, который тоже в Библии неоднократно повторяется. Этот процесс называется познанием. Познанием. Здесь что говорит Христос? Я знаю моих овец. Это процесс познания. Павел пишет, что он познал меня, и я хотел бы его также познать, как он меня познал. Процесс познания. Не знаю моих, говорит Христос, и они знают меня. Если Христос мой пастырь, я должен его знать. И далее он такую аналогию приводит, что это не поверхностное знание. А отец знает меня. Конечно, не поверхностно. И я знаю отца. И вот это обоюдное познание говорит о том, что существуют очень серьезные связи. И вот эти связи, они незыблемы, неразрушаемы. я еще раз хотел обратить внимание на тот стих, который мы прочли из послания к евреям, что Бог Отец воздвиг пастыря Отец Великого кровью Завета Вечного. Брат Александр Семенович, он передо мной говорил об очень интересном образе Авраам, который должен был принести в жертву сына своего Исаака. Бог, не принимая человеческих жертв, испытывал Авраама, но в этом испытании такая прекрасная аналогия есть. И там, среди прочего, вот когда Бог заключал завет с этим человеком, Авраамом, я уже как-то говорил об этой процедуре, состояла она в том, что Бог сказал Аврааму, чтобы он рассек животных и рассеченные части определенных названных Богом животных положил друг напротив друга. Потом на Авраама напал крепкий сон. И когда Авраам пребывал в этом во сне, там среди прочего прошел как бы дым от огня, как бы Дух Божий прошел между этими рассеченными частями. Идея заложена в этом образе в том, что когда-то люди заключали между собой заветы, договоры заключали. Вот сегодня существуют нотариальные конторы, в нотариальных конторах удостоверяют действительно сделки. А тогда, когда жил Авраам, был другой прием. Когда двое лиц соглашения какое-то между собой устанавливали, достоверность этого соглашения подтверждалась тем, что бралось какое-то животное, рассекалось пополам. И эти две половины одна напротив другой устанавливались. И люди, заключавшие завет, должны были пройти между этими двумя половинами. Это означало, что если кто-либо из людей нарушит этот договор, то с ним должно поступить так, как с тем животным. Это было настолько незыблемо, настолько четко, настолько твердо, что никогда никто не брался, как правило, в истории может быть и были известны такие случаи нарушения заветов подобных, но такие заветы никогда не нарушались. И интересно то обстоятельство, что если в этой картине и увидеть, что кто-то прошел между животными, так там видна активность Божия. Авраам спал. И Бог остается верным своему обету. И вот здесь заключается новый завет между Богом и нами, завет, заключенный в Иисусе Христе. Я есть им пастырь добрый, который полагает душу свою, завет своих. Этот завет с Божьей стороны, вечный завет. Мы заключаем завет с Богом для того, чтобы этот завет не заключить с Богом. Человек должен пройти процесс познания Бога. В чем состоит этот процесс? Интересно, что Исаия пишет в 53 главе, тоже глава, которая вся повествует об Иисусе Христе. Через познание Его Он праведник оправдает многих и грехи их на себе понесет. Он праведник оправдает многих. И для того, чтобы получить это оправдание, что делает человек для того, чтобы войти в стадо, где пастырем является Иисус Христос? Если речь идет о язычниках, и о них здесь сказано Христом, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. Это слово звучит, слово нашего пастыря, и всякий, кто слышит это слово, шаг навстречу своему доброму пастырю, может сделать тогда, когда решит в сердце своем свою жизнь подчинить Христу, себя самого посвятить Христу, не стать на путь, который призывает Иисус Христос. Это путь покаяния. Раскается должен человек, его сердечное, искреннее раскаяние приводит к тому, что пастырь овец великий из-за того, что пролил кровь завета, которую он пролил для того, чтобы с человеком заключить завет, он этой кровью очищает каждого грешника, приходящего к нему. И вот этот грешник очищенный, раскаившийся, становится в число Божьих детей, или, как если говорить словами Евангелия, становится в число овец пастырем, которых является наш Иисус Христос. И поэтому этот процесс весьма и весьма ответственный для каждого человека. Поэтому здесь один из пророков Ветхого Завета еще в Ветхом Завете призывает и так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросить землю. Так прекрасно, так картинно. Пророк Осия в шестой главе говорит эти слова призыва, чтобы познать Господа. И интересно, тот человек, который приходит к Богу, приходит с раскаянием к Нему, у него водворяется состояние, которое так подходит описанию этого пророка, когда Он придет к нам, придет к нам, как утренняя заря, как утренняя заря явление Его, как дождь, как поздний дождь оросить землю. Здесь столько утешения прекрасного сокрыто для уставших людей, уставших, истомившихся от грехов своих, от беззакония, от всего того, что здесь в избытке в этом мире. И тогда, когда человек приходит под надежную защиту пастыря овец великого, приходит мир, приходит благодать Божия, и тогда и состояние человека полностью меняется. Когда приходит Христос, как будто бы утренняя заря появилось в сердце, появилось в душе, во всем естестве, я помню, когда эта заря пришла ко мне в мою жизнь, сколько было торжества, сколько вошло света, ничем измерить нового состояния невозможно, но это приходит от Бога. И самое лучшее, когда человек идет путем познания, этот путь, очень прекрасный путь, путь, который должен пройти каждый человек, в этом только наше счастье. И чем больше мы Бога познаем, тем больше имеем наслаждение для своей души. Если познание начинается с раскаяния перед Богом, то этот процесс этим не завершается, он всю жизнь продолжается. Когда мы ходим путем веры по этой жизни, этот процесс открывает нам образ нашего пастора все более и более, и более того, каждый должен этим путем идти постоянного богопознания. Я неоднократно приводил этот пример. Я говорю, вот такой великий человек, как Павел, величайший апостол, которого Бог нашел для того, чтобы направить его в среду людей, который тоже отдал жизнь свою за дело Евангелие, что он для себя нашел в этом образе. Он говорит, что для всего я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Он увидел в нем самую большую ценность и приобретал его повседневно, каждый день, проходя через страдания, через трудности, через голоды, через голод, через болезни, через угрозы смерти, через смерть, но во всем этом он Христа видел. И для того, чтобы вот так среди многих скорбей торжествующим образом пройти по жизни вот этот процесс познания Христа должен постоянно присутствовать в жизни каждого из нас. Уйдет вялость в нашей жизни, христианство наше расцветет, оживет, станет другим, станет более живым, позеленеет все вокруг нас, как зеленеет вся природа весной, тогда, когда мы будем в общении с Ним, когда мы будем вот это иметь постоянное приближение к Нему. Поэтому нас Господь сегодня призывает к себе для того, чтобы мы обогатились им его естеством, его чувствами, чтобы они в нас присутствовали. И не случайно, вот брат тоже вспомнил передо мной первосвященническую молитву, в этом жизнь, в этом богопознании Христос когда-то сказал такие слова в 17-й главе Евангелия Теана мы читаем с вами «Сия же есть жизнь вечная, жизнь вечная сия, да знают тебя Бога, единого, истинного и посланного тобою Иисуса Христа». То, о чем мы сегодня говорим, мы говорим о жизни, и эта жизнь во Христе сокрыта. Мы говорим о пастыре, который положил за нас душу свою. Бог воздвиг, воскресил его из мертвых, так близко мы сегодня к празднику Пасхи. Бог воздвиг, написано, пастыря овец великого, и то, что он положил душу свою за нас, мы сегодня вспоминаем тоже на вечере Господне. Пусть все эти события, о которых можно бесконечно читать, размышлять и говорить, в сердце нашем сохраняться, для того, чтобы наше христианство было живым, наше общение, наш контакт с Богом был живым, чтобы все естество наше было способно всегда прославлять Бога нашего. и сейчас принесем ему честь и славу за все. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас!